Хочу обратить ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов HOPI DNUA. Ассортимент магазина рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие и эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтров поиска товара поможет сэкономить ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработает ваш заказ и отправит в любую точку земного шара. Оказав в заказе промокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получит скидку 7%. HOPI DNUA. Это твои увлечения. Всем друзьям большой привет. Совсем недавно я закончил два своих крайних проекта. Это Смерть в Торосах и Пираты Карибского моря. И пришло время строить что-то другое. По плану у меня была постройка Винеткин по сериалу Доктор Кто. О нем я еще говорил в предновогоднем ролике, там где я очерчивал свои планы как бы на будущее. Но жизнь вносит свои коррективы. Один из подписчиков по имени Владимир попросил меня сделать что-то со смолиной фигуркой. Это женщина в роботе, которую я показывал недавно в похвастушках. Ну и как бы почему бы не пойти навстречу человеку, тем более что и мне эта как бы фигурка нравится. Поэтому Доктор Кто мы немножко отставим. Отставим в сторонку, но не забудем о нем. Обязательно я сделаю. Сейчас я думаю заняться все-таки этой женщиной с роботом. Может быть вы помните, может не помните. У меня из этой серии как бы не одна фигурка. Есть еще один робот, а также два таких вот самолетика. Два таких летательных аппарата. Они как бы все связаны одной идеей, но они настолько разноплановые, что в одной работе, в одной диорамке их совместить трудно. Придумать какой-то сюжет, там где они огранично вписались, я как-то не могу. У меня не получилось. Хочется их все как-то вписать в общую концепцию, сделать с ними проект и забыть. Так вот, долго я сидел думал, чтобы такое придумать, чтобы такое как бы это все дело вязать. Весь этот калейдоскоп в нечто законченное, единое целое. Ну что-то придумывать это дело неблагодарное. Перефразируя классика, все уже придумано за нас. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас. И я начал вспоминать как бы какие-то сюжеты, которые уже готовы. Вспоминал я фильмы, вспоминал я игры и ничего мне так как бы особо в голову не пришло. А потом я подумал, почему же я себя ограничил? Ведь есть еще и литература. Как бы диорамы по фильмам у меня есть, диорамы по играм есть, даже по картине есть. А вот по книгам у меня еще ничего не было. И тут я как бы усиленно напряг свои извилины и мне всплыла из памяти такая книжечка, которая была написана еще в середине прошлого века Джорджем Оруэллом, который называется 1984. Книга, хочу сказать, такая интересная, стоит ее почитать. Много там можно провести параллелей с сегодняшним днем, но пересказывать я сюжет не буду. Кому интересно, почитаете. Но повторюсь, над сюжетом мы останавливаться не будем. Мы остановимся на политической карте мира. Стоит отметить, что судя по книге, да, после Второй мировой войны, через какое-то время разразилась ядерная война. И по результатам, по окончанию этой ядерной войны, на земном шаре сформировалось три таких сверхдержавы. Первая это Океания называлась. В нее входит Северная и Южная Америка, Великобритания, Южная Африка, Австралия. Вторая страна это Евразия. Это она занимает территорию Советского Союза, Европы и Турции. И третья суфий сверхдержава это Астазия, которая занимает территорию Китая, Япония, Корея, немного Монголии и Индии. Также существуют как бы ничейные земли. Туда входит Северная Африка, Средний Восток и Юго-Восточная Азия. И собственно за вот эти вот ничейные земли, между этими тремя сверхдержавами идет постоянная война. Постоянная война. Все время там кто-то с кем-то дружит против кого-то, потом эти альянсы распадаются. Все противоположно. Ну то есть идет такая вот вечная война, которая не собирается заканчиваться. Но дело в том, что в книге война идет как бы там к фонам. Особо там у нас не расписано ни какие-то военные действия, не указаны никакие там ни части, ни роды войск, ни вооружения. Ничего этого нет. Кое-где вскользь там упоминается. Есть продупоминание, что как бы оружие стандартное. Ну что не подразумевает под стандартным оружием сказать тяжело. Ведь скажем там, если мы возьмем наше нынешнее оружие и покажем его там где-то рыцарям средних веков, то понятно, что оно будет для них не стандартное. Для нас оно стандартное. Поэтому смотря с какой точки зрения смотреть, любое оружие можно назвать стандартным. К чему это веду? К тому, что вот эти все мои роботы, летательные аппараты, вполне могут быть вооружением этих стран. И исходя из выше как бы сказанного, из выше изложенного. Тут как бы все становится на свои места и как бы пазлик складывается. То есть у меня получается будет проект состоящий из трех работ. Такой некий триптих. Первый можно назвать будет 1984 Океания. И сюда войдет вот эта вот женщина с роботом. Вторая работа будет 1984 Евразия. И сюда войдет второй робот. А третья работа будет называться 1984 Остазия. И туда войдут два вот этих вот летательных аппарата. То есть как бы все будет связано одной некой нитью идеи. Но все три винетки будут разные и не похожи друг на друга. Вот такой вот у меня такая вот задумка. Такая попытка натянуть сюжет на имеющиеся модели. Надеюсь, что все получится. Надеюсь, вам будет интересно. Ну и раз этот триптих будет, то я так думаю, что я естественно буду показывать посерийно, как это что будет делаться. А вот готовый проект, наверное, скорее всего, будет один-единственный ролик, в котором будет по очереди идти три разные эти винетки. Вот такая вот у меня задумка. Кому понравилось, можете поставить лайк. Подписывайтесь на канал. Если есть что сказать, пишите в комментариях. Всем удачи и всем пока. И помни, большой брат следит за тобой. Субтитры сделал DimaTorzok